На самом деле очень много денег, которые сейчас крутятся в Америке, в национальных институтах США, в области здоровья, психического здоровья, которые в принципе они готовы, им разницы нет, эти деньги грантовые дать в Америку, или в Африку, или в Монголию, или в Казахстан. Если они видят потенциал человеческий, если они видят, что реально существует интерес у молодых ребят, таких вот как вы, и вы вот реально хотите что-то изменить в Казахстане, да любой филантроп, вот сегодня Алан сказал, да, филантроп, любой филантроп с удовольствием даст деньги. Потому что давать то, что у тебя есть, это же кайф, ты же, особенно социальные проекты, правильно, не важно как бизнесмены зарабатывают деньги, это большой труд, да, мы сегодня будем говорить о корпоративной социальной ответственности бизнеса, да, откуда это произошло, почему вот как бы это все, вот, но это как бы дальше ушли, мы тогда вот, я расскажу откуда вот, как бы мои ноги растут, да, почему мы сегодня с Гульнарой представляем Центр изучения глобального здоровья. Он открылся, вот можно дальше, вот в 2006 году как бы начали первый проект, в 2007 зарегистрировались, и выпускница Колумбийского университета, Асель, она подала на СИД-грант, это грант, как выпускница, любой из вас вот, кто проучился за рубежом, или куда холоса вы проучитесь, поедете, неважно, на магистратуру, на докторатуру, вы имеете в виду, любой выпускник университета за рубежом, но я говорю, например, вот с точки зрения Лиги Плюща, да, университета, вы имеете право вернуться в свою страну и начать какое-то свое благородное дело, на это университет всегда может дать СИД-грант, то есть это деньги, такие стартовые деньги, чтобы вы хотя бы организовались, команду образовали, я не знаю, офис открыли, да, вот у нас был СИД-грант в размере 20 тысяч долларов США, вот этих денег нам хватило на два года, чтобы покрывать все наши инфраструктурные затраты, офис, зарплату, какие-то транспортные расходы, а потом уже параллельно писались проекты именно на научные проекты, на социальные проекты в научные центры, это National Institute of Health, Национальный институт здравоохранения США, это типа нашего Министерства здравоохранения, и как бы другие проекты, потому что гранты даются всегда на сам проект, никто не любит давать на зарплату, потому что считается, да, что типа, ну вы же, это же миссия благородная, вы же должны волонтерить, да, никто не должен, мы все понимаем, что дети, надо кормить, самому кушать, да, поэтому имейте в виду, когда вы хотите заниматься социальными проектами, у вас должна быть команда фандрайзеров, фандрайзинг это поиск средств, и правило фандрайзинга это 80-20, 80% заявок вы пишете, ходите, у спонсоров просите, но 20% всего лишь получаете, то есть нужно отрицательные ответы не воспринимать личное, что типа мне не дали, потому что я там не выгляжу так, да, или я не мужчина, а женщина, или я там другой национальности, нет, это просто нормально, не все сразу дают, и СИД грант нам очень помог установиться как организация, и Ли Бондер, он это президент университета, Колумбического университета, и вот лично его грант он дал, как бы вот по всему миру дается, и вот он дал нам Казахстан. Можно дальше, да. В чем наша миссия? То есть миссия это улучшение здравоохранения, как народа Казахстана, так и Центральной Азии, и проведение социальных проектов, через проведение исследования, обучения и образования. А дальше можно? Вот мы, в принципе, у нас будет сейчас небольшой ролик, но вот мы работаем где? У нас головной офис, это Колумбийский университет, все наше руководство, все наши принципы инвестигейтеры, то есть основные исследователи, это все профессора Колумбийского университета, мы сотрудничаем с Ельским университетом, с инвестиционером Джон Хопкинса. Региональный офис находится здесь, в Алмате, но также есть еще представительство в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане и в Монголии. То есть, в принципе, мы являемся Columbia Global Center, отвечающими за Центральный Азиатский регион, потому что Колумбийский университет, у него 8 глобальных центров по всему миру, в Индии, в Китае, во Франции, на Ближнем Востоке, в Иордании, еще в других странах, не помню. И вот по Центральной Азии, находится здесь, у нас в Алмате. Мы тогда, чтобы еще было, у нас такая вот инфографика, буквально 2 с чем-то минут, про наш центр. Мы можем посмотреть сейчас небольшой ролик и потом дальше продолжим. ВИЧ-спит Туберкулез Гепатиты Инфекции, передающиеся половым путем Потребление алкоголя, наркотиков и табакокурения Хронические неинфекционные заболевания Что объединяет эти заболевания? Все они связаны с проблемами глобального здоровья Глобальное здравоохранение подразумевает изучение, исследование и практическую работу, направленную на обеспечение равного доступа и качества здравоохранения для всех, включая уязвимые группы населения В 2007 году исследователи Колумбийского университета создали Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии, который уже на протяжении 10 лет занимается проблемами изучения социально значимых заболеваний в Казахстане и странах Центральной Азии Офисы Центра функционируют в Центральной Азии с региональным офисом в городе Алматы Миссия Центра заключается в улучшении здоровья населения Казахстана и стран Центральной Азии посредством проведения научных исследований, обучения, образования, внедрения новых интервенций и распространения результатов деятельности Работа ведется по семи направлениям Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии реализует проекты по всему Казахстану Помощь оказывается социально уязвимым слоям населения и людям, находящимся в группах риска За 10 лет проведено 11 исследовательских проектов Обучены более 2000 медицинских и социальных работников В программах Центра задействовано более 10 тысяч взрослых и детей Произведены обмены более 100 студентами и преподавателями из США и Казахстана Проведены международные конференции и учебные курсы по социальным и глобальным проблемам здоровья Центр является ведущей организацией в регионе по публикациям в международных журналах с высоким индексом цитирования Центр имеет одни из лучших международных показателей значимости научной продукции в Казахстане и Центральной Азии Центр тесно сотрудничает с местными и международными, государственными, учебными и общественными организациями в Казахстане и странах Центральной Азии Центр благодарен партнерам за плодотворное сотрудничество, а донорам за поддержку Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии Изучая настоящее, улучшаем будущее Из-за того, что направление деятельности у нас это социально значимые заболевания Передоставление социальных услуг, алкоголизм, наркопотребление, ментальное и психическое здоровье Миграция, социальная работа, насилие И вот поэтому следующий слайд Наши бенефициары Ладно, не по слайдам Наши бенефициары являются люди с ВИЧ-инфекцией То есть мы их называем ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, с туберкулезом, с гепатитами Это потребители инъекционных или неинъекционных наркотиков Это МСМ Мужчины, практикующие секс с мужчинами Это секс-работницы Это женщины, которые оказывают секс-услуги за выживание Это молодежь группы риска Подростки, а в основном это там первая Алмата Которые уже в 15 лет уже и курили, и нюхали И родители у них, например, сидят, отсидевшие И уже совершили несколько преступлений, которые стоят на учете в ВВД Это люди, которые находятся в заключении Или вышедшие из мест лишения свободы То есть мы их называем уязвимые Это самые уязвимые группы населения Или еще, как ООН называет, это ключевые группы населения В которых сконцентрирована вся инфекция Это ВИЧ-инфекция, это наркопотребление Социального характера, да И вот если раньше, может быть 10 лет назад или 15 лет назад Если бы у меня спросили, как выглядит наркопотребитель Я тогда думала, наркоман или ВИЧ-инфицированный Или человек, у которого спит, его сразу видно Он страшный, худой, беззубый или такой какой-нибудь бомж Вы знаете, ВИЧ-инфекция, вы знаете, вот на примере чемкенских детей, да Которых заразили ВИЧ-инфекция, это любой человек может заразиться Во время полового акта, если он не предохраняется Гепатит можно подхватить даже у стоматолога Во время небезопасного полового акта Или девочки, мы все ходим, маникюр, педикюр делаем То есть на самом деле никто из нас не застрахован И те секс-работницы или женщины, которые оказывают секс-услуги на выживание Когда мы с ними работаем Никто из них в детстве не хотел заниматься проституцией Все хотели быть принцессами, где-то там жить Хорошо все Но так складываются жизненные условия Что, к сожалению, они оказываются в таких ситуациях Государство, у государства нет денег на них И нет приоритетов Поэтому наш центр работает с таким именно населением С уязвимым населением Мы привозим ноу-хау из Америки И проводим социальные проекты, как изменить их поведение Чтобы они изменились в лучшую сторону И вот именно вот такие социальные проекты мы проводим Например, вот у нас есть, у нас все большие пятилетние проекты Один проект новый, в котором мы работаем с женщинами-секс-работницами И предоставляем им услуги по микрофинансированию Учим их получить другую профессию Чтобы они бросили свою секс-работу Это парикмахеры, визажисты, кройки и шитья Такой как бы basic skills, да Там трех-четырехмесячные курсы Чтобы она научилась, все, она потихонечку выходит Потому что ей перед родственниками тоже хочется сказать Да, я парикмахер, да, я визажист Она же никому не признается, скажет, я занимаюсь секс-работой Второй проект, это мы работаем с наркопотребителями Те люди, которые употребляют наркотики От наркотиков, к сожалению, тоже никто не сбережен Потому что мы все читаем по WhatsApp, что в школах предлагают spicy В ночных клубах можно там что-то выпить, понюхать, все И, к сожалению, из-за того, что наркобизнес, который проходит через Таджикистан С Афганистана через Таджикистан, он ужесточен Героиновых наркотиков практически нет Вся идет синтетика с России Если мы сейчас работаем с наркопотребителем Которые 20, со стажем 30 лет употребления героина Они нормальные, они живут, двигаются Ну, руки страшные, да, нельзя на них руки смотреть Ноги страшные там, да, как бы Но они, в принципе, говорят, они существуют И внешне вы не определите Если человек вам не покажет свои вены А мужчина не покажет пах, куда они колят Вы в жизни не определите, что он наркоман с ВИЧ-инфекцией Не определите Я вам могу 5 раз привести наркопотребителем с ВИЧ-положительным статусом Потому что, в принципе, сейчас антиретровирусная терапия, она бесплатная в Казахстане Люди лечатся, принимают препараты И, в принципе, они поддерживают свой иммунный статус Мусор потеряла Синтетические наркотики Да, правильно, спасибо К сожалению, синтетические наркотики, все Вот если вы читали Крокодил Потом что пишут везде на всех школах? Скорость, да? Она вся доступная Все, наркологи ничего не могут сделать Человек, который попробовал скорость Максимум 3-4 месяца Все, он потом как деградирует, страшно А подсовывают же в основном где-нибудь в клубе, подсунуть, продадут бесплатно, бесплатно дадут Вот, поэтому никто не застрахован от этого И Клайс Ахтасан любой может оказаться И поэтому эти люди, у них тоже есть семьи, родители И они должны, как бы, они имеют право, чтобы жить и надеяться на лучшее Вот наши проекты направлены на такую группу населения И третий проект, ЮНИ большой, это вовлечение мужчин, практикующих секс с мужчинами В непрорывное лечение, тестируем на ВИЧ-инфекцию Вы сами понимаете, ввиду биологических особенностей У мужчин, практикующих секс с мужчинами ВИЧ-инфекции, вероятность заразиться намного быстрее, чем между мужчиной и женщиной И эта тема, нам не нужно этого стесняться Или говорить, ой, бай, я, такого у нас нет, а такое у нас есть В Казахстане есть все, это открыто, это доступно И поэтому надо просто это осознать, и с этим вот мы работаем Четвертый проект, мы только получили единственные в Казахстане и во всей Центральной Азии Наша организация, которую получили грант от фонда на Элтона Джона по борьбе со СПИДом Может быть, даже он приедет к нам И мы тоже будем работать именно с группой населения по самотестированию на ВИЧ У нас, как сказала Шелпан, в данный момент Наш центр реализует три крупных исследовательских проекта И недавно мы получили еще один грант, то есть теперь у нас их четыре Проекты у нас крупные, ведутся в нескольких городах Казахстана Непосредственно проект, в котором я работаю Мы работаем в Шимкенте У нас полевой офис есть в Астане И здесь, в Алматы Полевой офис, это куда непосредственно приходят бенефициары наших проектов Так вот, как же такие центры, как наши, о котором сегодня вам рассказала Шелпан Могут сотрудничать с бизнесом? Конечно же, многие из вас слышали такое слово, как корпоративный Такой термин, который часто, наверное, используется в бизнесе Это корпоративная социальная ответственность Вот если мы вспомним, что такое корпоративная социальная ответственность То она, в принципе, делится на две составляющие Первая, это все компании, бизнес-компании должны выполнять социальные свои обязательства Предписываем законом И то, что они, в принципе, не выполнять не могут Например, они обязаны платить пенсионные отчисления То есть, если они это делать не будут, у них будут серьезные проблемы Это тоже часть корпоративной социальной ответственности Они же за это не получают деньги Или же, например, какие-то социальные налоги определенные Он небольшой, но все равно его должен Есть еще, если компания захочет То, что она должна, это первая составляющая Это касается всех налогов, все, что требуется законом Вторая составляющая корпоративной ответственности Это то, о чем мы только что с вами говорили То, что они делать, в принципе, особо не должны Проктор и Гэббл не должен строить туалеты в наших школах Но они это хотят делать, да, потому что, там, по каким-то причинам Глобальная стратегия Да, их глобальная стратегия Или им нужно завоевать своего, ну, в прессе, да Иметь хорошую репутацию Репутация очень важна для нашего бизнеса, да У каждого свои цели, да, для этого Мы не можем их за это винить Но главное, мы должны знать, что есть корпоративная социальная ответственность Где некоторые владельцы бизнеса реально хотят помогать Где-то они это делают для того, чтобы у них была хорошая репутация Так вот, готовность добровольно нести необязательные расходы Это уже на усмотрение бизнеса И как раз такие организации, как наша Мы попадаем вот в это добровольное, да То, что, как сотрудничать с нами То есть с нами можно сотрудничать только, если этот бизнес реально верит в наше правое дело Давайте следующий слайд посмотрим Ну, здесь мы хотели бы вам, чтобы вы знали, да Что основные направления корпоративной социальной ответственности Это в первую очередь экономическая, правовая, этическая и филантропическая Да, вот как раз таки филантропическая Это то, что детям, подросткам, каким-то организациям Пожилым, старикам, все это на День Победы и так далее Какие-то дома, Ружан Сайн Все это как раз таки попадает под филантропическое направление Но мы бы хотели все-таки с вами сегодня Обсудить то, что корпоративная социальная ответственность в Казахстане Она немного однобоко направлена Потому что очень часто, и я даже сейчас это от вас слышу Вы говорите, да Мы работаем с детьми, мы работаем Там есть проекты, которые направлены на На уязвимые группы С которыми на самом деле хотят работать все Понимаете, вот в детских домах По праздникам иногда бывают проблемы Потому что некуда деть подарки Все хотят работать с детьми с ограниченной возможности Или с детьми, у которых нет родителей То есть в основном наше корпоративное социальное ответственность Не вся, не вся Есть проекты, которые направлены на образование Или на здравоохранение Но их очень мало Их на самом деле считанное количество В основном проекты направлены больше на те группы населения Ну, между нами говоря, с которыми работать более приятно За рубежом немножечко уже другой Более продвинутая корпоративная социальная ответственность Там уже компании Ну мы некоторые привели Там на самом деле было очень много примеров Того, как компании реализуют свою корпоративную социальную ответственность Например, BMW Вот что они делают Они образовательные программы Повышающие уровень осведомленности Социальных и экологических угрозах В вопросах безопасности дорожного движения Проблемах лечения ВИЧ-позитивных пациентов И активно взаимодействуют с подрастающим поколением Призывая их к бережному отношению окружающей среды Понимаете, такие программы, которые направлены на долгосрочную пользу всему обществу Наши же хотят Вот дал денег, сразу ты что-то получил из этого Ты видишь, что дети стоят с подарками Фотографию сделал Ну или там финансово как-то помог Как сказала Шулпан, или in cash, или in kind Но вот надо очень долгосрочное У нас очень редко выделяют деньги И поэтому, на самом деле, Шулпан может еще позже вам расскажет О нашем взаимодействии с бизнесом Не все понимают вообще, чем мы занимаемся И зачем нужно помогать Даже, наверное, вы до конца не понимаете Мы сейчас вам еще поможем сделать связь между тем Почему важно, чтобы такие организации, как мы Тоже работали с уязвимыми группами Ну вот Lego, например, да Всем известная крупнейшая компания Lego Если у вас есть маленькие, не знаю, братишки, сестренки, дети Вы знаете, что многие дети без ума от этих игрушек Являются одним из мировых лидеров в сфере корпоративно-социальной ответственности К примеру, огромные средства выделяются на поиск и создание экологически чистых материалов Тоже очень важно, чтобы наши дети и все мы пользовались экологически чистыми материалами Также Lego Group занимается снижением воздействия производственных мощностей и продукции на окружающую среду То есть у них действительно настоящие исследования идут Они хотят понять, как лучше производить продукцию, которая будет более безопасна Ну и еще один пример Это вот такая компания, как Чепотли Чепотли – это сеть ресторанов в Америке Интермарше – это сеть крупных супермаркетов во Франции Они объединились и они решили вместе бороться с нерациональным использованием природных ресурсов на планете Выступив против увеличения объема пищевых отходов с помощью компании «Бесславные продукты и овощи» В общем, исследования показали, что в супермаркетах 30% овощей и фруктов, которые не очень хорошо выглядят Их никто не покупает Они уходят на waste На отходы, да А это, получается, нужно производить на 30% больше фруктов и овощей Это на 30% больше работы Они будут дороже стоить, да То есть, они взяли, запустили компанию Мультики, где вот эти вот страшные некрасивые овощи говорят «Я тоже вкусный, просто ты меня правильно почисти и будешь меня скушать» Ну, кажется, вот где тут связь, да, как бы на самом деле, зачем им это надо, да, а они считают это важным, потому что в долгосрочном плане это очень, ну, принесет много пользу как окружающей среде, так и людям, да, которые смогут покупать продукцию немного дешевле, нежели постоянно нужно привозить красивые, красивые фрукты, да, и овощи Ну, вот тоже интересный подход корпоративной социальной ответственности Мы только три примера выбрали, на самом деле там куча, куча примеров Ну, и основные направления КСО, которые, корпоративной социальной ответственности, которые, в принципе, в мире, да, распространены, особенно в западных организациях Это поддержка образования через гранты, стипендии, финансирование научных центров, как наш, защита окружающей среды, защита сотрудников и здравоохранения, это массовая эпидемия, в том числе ВИЧ, оказание помощи детям, безопасность труда и забота о качестве продукции, безопасность сотрудников внутри компании, сюда тоже можно входить И волонтерство, и благотворение самих сотрудников, то есть если эти сотрудники, в них тоже прививать там ответственность какую-то корпоративную, да, сдавать, может быть, кровь раз в год, да Или ходить помогать куда-то, я не знаю, если кто-то любит животных, если у нас очень много сейчас приюта для животных, там какую-то помощь оказывают То есть вот эти все направления, которые, с которыми могут работать бизнесы Почему же нужно поддерживать социальные проекты, да, вот есть люди, которые, есть группы людей, с которыми, как мы уже сказали, да, очень многие компании уже работают Но почему нужно поддерживать социальные, не просто социальные проекты, а социальные проекты, которые, как мы, работают с особо уязвимыми группами, да, ну, подумаешь, вот он, например, условно, постзаключенный Ну, почему там, я должен ему помогать, пусть он или она сам, да, справляется с своими Или человек, потребитель наркотиков, да, как это вот Шоупан тоже сегодня не раз приводила пример, да, ну, зачем, это же может быть его выбор, ну, или, может быть, там, он такой лоботряс, не хочет работать Да, и так далее, вот где вот эта связь, зачем нужно тратить большие деньги, а наши проекты, они очень крупные, чтобы поменять поведение этих людей Наша задача вообще социальных, задача социальных проектов, как наша социальная работа, мы что-то вроде вот сетки, да, если человек попал в трудную ситуацию Мы его такие соцработники бежим или, да, наши, мы его ловим туда, мы в этой сетке его держим, мы ему помогаем, даем ему какие-то ресурсы И потом статистика показывает, что большинство людей, да, вот, ну, вот, говорят на казахском, что Адам Баласо, Симахты, да, большинство людей все-таки выпрыгивает с этой сетки и идет дальше Поэтому очень важно вот эту сетку предоставить, потому что если человек упадет, скорее всего, он будет либо зависим от алкоголя, либо зависим от наркотиков, либо он будет бездомным И один черт, грубо говоря, нам его потом содержать В наших проектах мы, вообще в социальной работе, мы не пытаемся кого-то там, не знаю, учить, читать нотации, поменять там каких-то их мышления Есть такое еще очень важное понятие в социальной работе, оно называется политика уменьшения вреда Это то, что мы уменьшаем вред, да, даже если человек потребляет наркотики, мы говорим, слушай, ну ты же можешь каждый раз чистой иглой пользоваться, да Если женщина занимается секс-работой, по каким-то причинам, не важно, то мы ее обучаем, как пользоваться презервативами, да Или как коммуницировать со своим клиентом, чтобы пользоваться, чтобы он согласился Потому что, к сожалению, у нас потребители этого, да, этих услуг платят больше, если женщина не пользуется презервативом А те женщины, которые делают это за выживание, к сожалению, вынуждены соглашаться, да Поэтому один из проектов, вот в проекте НОВА, да, там есть компонент, в котором женщины обучали, как коммуницировать, да, со своими клиентами Поэтому, да, наша задача не полностью изменить там всех и читать нотации и научить правильной жизни Наша задача, это в основном, это уменьшение вреда, тем самым, ну или, да, как вы сказали, поддерживающий, да, фактор Все люди, с которыми мы работаем, это очень молодые, 30-45 лет, люди, потребляющие наркотики, люди с алкогольной зависимостью Это все те, которые могут, в принципе, работать, платить налоги и делать нашу страну лучше И вот как раз таки здесь мы можем уже немножечко резюмировать Мы на самом деле как раз таки, да, у нас, по-моему, по времени уже, да Вот, что социальные проекты, как наши, это те проекты, которые работают с очень уязвимыми группами людей С которыми другие организации работать не хотят, а если хотят, то не всегда имеют подготовку В долгосрочном плане наши проекты могут способствовать уменьшению криминогенной обстановки Уменьшению количества людей на иждивении государства Или которые на налогах бизнеса Даже если вы завтра откроете бизнес, часть ваших денег, которые могли бы быть потрачены на дороге На, ну, какие-то наши, не знаю, парки, в которых мы можем гулять, да Там, не знаю, что-нибудь еще Мы должны будем тратить на то, что мы не должны Не обязательно могли бы И вот тот пример с тюрьмами, на самом деле, совершенно верен Единственное, там не все тюрьмы закрылись, там еще есть тюрьмы Но большинство тюрем закрываются как раз таки благодаря той социальной работе Которая проводится с заключенными в тюрьмах К ним там относятся не как к людям, которые, знаете, вот, которых нужно наказать, да А как к людям, которых нужно вернуть обратно в общество Потому что они все вернутся в обратно в общество И если их не, с ними не работать и правильно не подготовить, они все обратно вернутся в тюрьму Ну, в смысле, большинство из них рецидив Очень высок человек, который просидел однажды в тюрьме Вероятность рецидива там очень высокая, потому что он уже обозленный Он отсидел в тюрьме, он посмотрел вот эти все условия И для него не созданы условия для работы Там в нашей стране вообще справка о несудимости нужно предлагать Это немножко другая тема Но это еще раз подчеркивает то, что такие социальные проекты, они, наоборот, направлены на то, чтобы Всему обществу было хорошо, не только непосредственно этим людям Наши проекты могут способствовать улучшению экономической ситуации в обществе Еще раз, все участники наших проектов это молодые, здоровые Ну, зачастую люди Работоспособные Работоспособные, да, имеющие образование Это люди, которые могут, в принципе, улучшать экономику нашей страны Наши проекты могут способствовать повышению покупательской способности населения Даже если у вас бизнес, да, вам не выгодно, чтобы в нашей стране было много людей, которые не могут купить ваши продукты, да То есть человек, который работает, у него есть деньги, которые он может потратить Если вы производите те же самые, не знаю, футболки, кружки Что бы вы ни производили, да, у вас какой-то стартап, IT-технологии какие-то Вам выгоднее, чтобы в нашей стране жило намного больше людей, которые могут купить вашу продукцию Опять-таки, возвращаясь к вашему вот ответу, да, что мы не можем жить в вакууме Мы должны в любом случае думать о том, как создать, как создать свое же общество, да, более благоприятные Более благоприятные условия в своем же обществе Ну и вот то, что опять-таки сказала Шулпан Мы ведем очень важную работу по сдерживанию эпидемии в концентрированной группе Мы не работаем со всем населением Мы концентрированно работаем с одной ключевой группой И смотрим внутри этой ключевой группы, кстати, это тот проект, которым я работаю Еще внутри ключевой группы мы работаем с теми, кто потребляет наркотики и алкоголь То есть внутри группы еще более уязвимая группа, с которой мы работаем Соответственно, мы сейчас выявляем новые случаи ВИЧ Мы их прикрепляем к лечению И тем самым регулируем обстановку среди ВИЧ-эпидемии в стране Это те группы людей, с которыми опять-таки не все хотят работать Не все могут работать, а такие проекты, как наши Мы готовим специально людей, чтобы они могли предоставлять услуги Эффективные услуги для тех, кому на данный момент особенно тяжело Поэтому сотрудничать бизнесу и таким организациям, как наша, нужно, необходимо Если у вас есть сейчас или в будущем какие-то будут интересные проекты, мысли, идеи Если вы знаете каких-то людей, которые будут заинтересованы, компании в таких идеях, как наши Пожалуйста, следующий слайд Обращайтесь, звоните, пишите, обращайтесь за более подробной информацией Если вам нужны какие-то статьи, то, что уже готово, мы можем вам, в принципе, написать Да, вы можете, мы можем вам выслать Вот Просто хотелось бы тоже вот с научным центром детской педиатрии провести там такой мини-семинар По тоже консультативной вашей работе То, чем вы занимаетесь, потому что этот центр, мы как-то связаны с детьми и их родителями тоже Ну давайте обменяемся контактами, да Есть ли у вас у кого-нибудь вопросы, какие-то комментарии для Шелпан или для меня С учебными заведениями как вы? С учебными? Мы постоянно ходим в учебные заведения Мы ходим в учебные заведения, вот так коробки презервативов носим, раздаем бесплатно всем Все стесняются, никто не берет, да? Просто когда я учился Все не забыли для вас Жалко В следующий раз принесем Всем по пачке В школу нам приходили, я просто не помню, какие люди это были Но я учился в школе, нам приходили, показывали картины такие страшные Это не работает Ну, на мне, например, сработало А, да? Значит, работает, я была не права Люди, которые с этим справились, полицейские, там, не знаю, в клубах, которые работают и так далее, они же тоже контакт имели с этими употребляли это все И они нам приходили, вот рассказывали постоянно А, ну классно Поборолись с этими и так далее Это запомнилось Это запомнилось, наверное, больше, когда человек живой весь, подходит и говорит, да Это называется peer-to-peer Постзаключенных стимулировали, была бы стимуляция со стороны государства, чтобы принимать постзаключенных на работу Наоборот, у нас же наоборот, да, как вы сказали Двумя руками за Конечно, постзаключенным нужно помогать Более того, у нас не то, что не помогают У нас делают препятствия Вы знаете, что у нас требуют справку о несудимости И это закрывает двери во многие организации для того, чтобы дальше уже продолжить какую-то То есть на человеке пятно на всю оставшуюся жизнь В свою организацию такого человека Постзаключенным Если бы он был либо равный равному У нас работают сотрудники, которые очень эффективно, в общем, как вот вы привели пример, да Работать, людям работать с теми, с кем они сами когда-то являлись, да Например, если бы у нас был проект по тюрьмам Или будет, возможно, в полевых офисах, да То есть мы не можем человека нанять только потому, что он постзаключен Но если он будет подходить по критериям И у нас в других проектах работают люди с ВИЧ-инфекцией Люди, бывшие потребители наркотиков С человеком, который потребляет наркотики Если я не наркопотребитель, я буду говорить Нельзя потреблять наркотики Брошен, скажешь, иди, дорогая, а А если будет сидеть, то так, говорит Она говорит, вот я, вот мои вены Я кололась, и это реально Можно сойти с колес Я принимала вот это, вот это, вот это Видишь, у меня волосы теперь не падают, все нормально Тогда они слушают У нас такого нет, да? Есть у нас, например, у нас есть касс-союз Вы прогуглите, они очень открыты во всех сетях Касс-союз людей, живущих с ВИЧ И они по принципу равны равному К ним приходят все ВИЧ-инфицированные Приходят консультанты и говорят Вот они говорят, да, я, я ВИЧ-положительная Но вы, если к ним пойдете, они все открытые лица Они очень красивые, девушки красивые Ухоженные, да, вот внешне выглядит здорово Единственное, у них есть ВИЧ-статус положительный Вот, но, как я говорила, в Казахстане ВИЧ лечится В смысле, предоставляется терапия Люди пьют то же самое, как и от диабета пожизненно Пьют лекарства, правильно? Гипертоники постоянно пьют лекарства Другие есть заболевания, где приходится людям пожизненно пить лекарства Также это ВИЧ-инфекция Люди пожизненно пьют раз в день таблетку И ВИЧ-положительные женщины могут уже рожать детей Здоровых детей Они все женятся, выходят замуж И мы с Гульнарой смеемся, когда приходят по WhatsApp Игла, ты сел в кинотеатр и все Каман, прогуглите в Википедию, да ВИЧ, вирус, ВИЧАНЬ Не передается в воздухе Как только из... Он передается только вот Или через сперму, или через кровь Это или переливание, как ченкенских детей заразили И вот непосредственно переливают Или это половым актом Все, если он ВИЧ-инфицированный Вы можете целоваться, в одном бассейне плавать, с одной посудой есть Даже если у него нечаянно пролилась кровь Все, она уже как кровь незаразна Как только она коммуницирует с воздухом Все, она, вирус умирает Он очень уязвимый Упризлятельно Да, не сравнить, например, с вирусом туберкулеза Ой, да, палочка Коха Если вот, кто страшнее Если у него активная форма туберкулеза И он кашлянул Или он покрашивал И в автобусе за поручни взялся Или покрашивал И приехал в магном взялся За вот эту вот коляску И вы взялись И вы потом глаз потерли Вот где опасно А как вы его избежали? Ну, то есть человек, если сам не может... Профилактика Постоянно, да, детям, взрослым В день по 20 раз Мыть руки с мылом Во многих магазинах Я не помню Ну, в Америке Но у нас тоже Если вот есть... Вы приходите в больницу Там санитайзеры Во всехах они везде продаются На свежем воздухе Постоянно Здоровый образ жизни Свой иммунитет поддерживает Здоровое питание Активный образ жизни Постоянно быть на свежем воздухе Даже если вы болеете Открывать окна Все Вы, каждый из вас Сам ответственный перед собой Если у вас будет сильная иммунная система Даже если вы подцепляете какой-то вирус То, слава богу, медицина и наука Уже такого достигли Можно с этим жить Вот И нам хотелось бы узнать Вот у вас вначале были ожидания Вот вы этот час потратили Как бы есть такие, кто На чьи вопросы Или с какими запросами вы пришли Мы не ответили Или в принципе у вас такое понятие Социальные проекты Вот на примере реально в Казахстане Какие проекты на протяжении 10 лет проводятся Нашим центром Вот Ну, Гулинара сказала Что нас поддерживает один грантодат Частный У нас американцы всегда, когда приезжают к нам Говорят Почему вы просите деньги всегда в Америке? Да? Вот Вы же богатая страна Посмотрите Порш проехал по Альфа-Араби У нас в Нью-Йорке Столько иномарок не увидишь Да? Посмотрите Какие у вас отели шикарные У вас же есть деньги Вы же Посмотрите Форбс Сколько казахстанских миллиардеров Вот же филантроп уже Да? Мы такие Ааааа Ну, как бы Как Гулинара сказала Они все любят на плюшевых мишах Дарить на детдома Детдома на Новый год Да? Детям Или на какой-то праздник День первого Июня День защиты детей Мы должны воспитывать Потихонечку наших филантропов И мне нравится Что Государство уже поворачивается Почему в Америке Нормально заниматься Благотворительностью Потому что У них есть Льготное налогообложение Вот если я Крупная корпорация И мне ежегодно нужно Платить 2 миллиона долларов Налоги Государство, например В Америке Разрешает Окей, ты можешь эти 2 доллара Потратить на благотворительность Мы тебе списываем И конечно Сидит какой-нибудь миллиардер Он говорит Окей, у меня какая разница Я все равно Должен распрощаться С этими 2 миллионами долларами Да? Я заплачу налоги Или я Это мне реклама Потом соцпроекты НПОшники Начинают бегать Кричат Классно же Также Ассоциация Бизнес-предпринимателей Казахстана Они потихонечку К этому идут Что-то в Казахстане Потихонечку Начинается делать Вот мы с Гульнара Тоже исследовали То есть Налоговое обложение Потихонечку Будет меняться Лучше Таким образом Государство Будет говорить Вы не обязаны делать А пожалуйста Мы поощряем Делайте И если каждый из нас Будет принимать Активную Такую гражданскую позицию Или неважно Вы пойдете в политику В бизнес Или вы будете заниматься Социальными проектами То имейте ввиду Вот чем больше Мы будем Давать возможность Нашему бизнесу Процветать И заниматься Благотворительностью Тем больше Такая вероятность будет Дерзайте Будьте лидерами Никогда не сдавайтесь Если вам говорят Нет и закрывается дверь Вы никогда не воспринимайте Это лично Деньги не дают Не потому что вам Потому что бюджет Закончился В это время Он был без настроения Или ему Или как вот говорят Что просто ему С головного офиса Не спустили Что вот сегодня Модно заниматься Пенсионерами Или детьми С ментальными Например нарушениями Да Поэтому всегда Ищите Дерзайте И вам Как бы Слак в руки И молодцы Что вы учитесь И хотите чему-то достичь Спасибо Спасибо Спасибо